СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ МАГАЗИН Интерсвет СПОНСОР ПРОГРАММЫ В Найбрске продолжается расследование уголовного дела по факту получения взятки бывшим сотрудникам полиции. По версии следствия, в 2021 году двое мужчин предложили знакомому инспектору ДПС деньги. За вознаграждение полицейский должен был организовать беспроблемный проезд грузовиков по дорогам Ямала. В том числе без оформления для большегрузов нужных документов. Экс-сотрудник ДПС согласился помочь. Он периодически сообщал знакомым ложную информацию о том, что якобы организовал бесконтрольный проезд для их машин. Когда инициаторы незаконной сделки убеждались, что транспорт прошел, они передавали ему деньги. Сумма варьировалась от 10 до 15 тысяч рублей. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что гаишник один раз все-таки действительно помог своим товарищам. Во время дежурства он пропустил грузовик и не пресек нарушения. Хотя машины в тот момент ехали без специальных разрешений. За это экс-сотрудник ДПС получил от своих знакомых очередную взятку в размере 15 тысяч рублей. В отношении обвиняемого судом избрана мера пересечения в виде залога, а также запрета на определенные действия. В том числе запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения. В отношении обоих взяткодателей возбуждено уголовное дело за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается. За неделю от действий мошенников пострадали 7 новоуренгойцев. В общей сложности они лишились 120 тысяч рублей. Полиция города предупреждает. Не доверяйте звонящим незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками силовых структур или службы безопасности банка. Последние никогда не спрашивают данные карты или прочую личную информацию. Также при покупке и продаже товаров на Авито или Юле, горожан просят не переводить деньги за товары заранее или предоставлять личную информацию. Не стоит верить и тем данным, которые будут поступать вам. Часто мошенники высылают копии паспортов с целью убедить человека, что они не являются мошенниками. Однако паспорта оказываются поддельными. Через компьютерное приложение меняется фамилия и отчество в паспорте. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова